Профессии юриста и менеджера с каждым годом становятся все менее популярны. После получения аттестатов подростки чаще выбирают обучение на прикладных специальностях. Инженер, программист или техник определиться с будущим образованием детям помогает внедрение новых программ в школах и лицеях. Ольга Зотова подробнее. Для Тани компьютер не игрушка, а рабочий инструмент. Юный программист сперва собирает роботов, а после с помощью определенных задач заставляет их выполнять разные команды. Такой нехарактерной для девушки выбор будущей профессии объяснить просто папа и брат девочки, программисты. У нас есть небольшая семейная традиция. Мы на Новый год обязательно покупаем новый ящик с новыми роботами. Или заказываем отдельные детали. Мы собираем самих роботов, пытаемся их улучшить. Матвей с Денисом своего робота научили не только ходить, но и исполнять разные мелодии. Учебу в лице ребята совмещают с музыкальной школой. Применение своим талантом нашли и на уроках технологии. Каждое воскресенье с Матвейкой ходим на кружки. И мы много программ всяких создали. И даже получились очень красивые пьесы. Занятия по робототехнике, печать на 3D, принтерах, работа на станке, лазерной резке. В этой школе уроки труда удалось делать не только познавательными, но и интересными. Мы совместно с лицеем создали такую учебную программу, в которой используется оборудование центра. Такая возможность у детей появилась после открытия в стенах учебного заведения Центра молодежного инновационного творчества. Подобные ЦМИТы последние 3 года открываются во всех городах страны. Чтобы со школьницкомью у детей была возможность раскрыть свой потенциал и выбрать будущую профессию. Ольга Зотова, Виктория Юдина, Денис Злобин, Ярослав Квитко, Вести, Саратов.